А по пути на работу ты что слушаешь? Ничего не слушаю, я свою музыку слушаю Ааа, ты же вчера все сочинил? Ну я же сочинил, да, потом думаю, блин, надо послушать, слушай, так здесь, что-то там подправишь, может быть То есть я же не очень самодостаточный человек Привет, меня зовут Максим Ярушкин, вы смотрите, может быть, просто слушаете гитарный подкаст GoFingerStyle В этом выпуске я пригласил в гости Евгения Кудряевцева Это гитарный мастер, который, ну сейчас он работает в магазине-мастерской в Питере, в гитарном клубе И я достаточно давно уже у него обслуживаю все свои гитары Ну как просто заношу там сезон струнки повыше, пониже сделать Так и ремонт, если где-то там трещина пошла Короче, давно достаточно его знаю Он не только занимается ремонтом, но и изготовлением гитар Мы обязательно про это поговорим И за компанию я пригласил также Юру Мальцева Собственно, он там же работает Так что у нас такая небольшая компашка собралась Вот мы просто поболтали, надеюсь, вам понравится присоединиться к нам Все, погнали В общем, вопрос, который прислали подписчики, есть И они будут во второй половине подкаста В первой половине спрошу все вопросы от меня И этот подкаст, я понял, что, ну в целом вообще есть свои подкасты на канале Мне интересно ввести в таком ключе, что вот есть музыкант Ты же музыкант в первую очередь сначала В моем случае, да, я сначала на гитаре научился играть, а потом уже начал их делать Музыкантом я себя не считаю, потому что я нигде не учился Именно музыкального образования нет Ну не профессионально, но по естеству, скажем так Сущность музыкальная Да, потому что ты понял, что музыкант, тебе интересна музыка и все такое А потом уже думал, куда себя приложить И я подумал, что в таком ключе людям интересно будет И кому-то кто-то может вдохновиться или как-то, не знаю, что-то найти для себя какие-то ответы Что типа вот да, я музыкант, но можно же приложиться куда угодно Можно быть консультантом в магазине Да Можно быть мастером, можно быть профессиональным гитаристом Можно звукорежиссером и так далее И все они музыканты Так что вот мне интересно поговорить про это Как ты вообще стал музыкантом Может быть что-то из этого будет людям полезно Которые сейчас, не знаю, тоже в стадии вопроса такого А куда вот мне себя приложить Может быть кто-то конкретно хочет стать гитарным мастером Делать гитару или ремонтировать гитару И вот ему будет интересно Поэтому, короче, вот все Все с самого начала рассказывать Ну смотри, на гитаре я научился как То есть даже не с первой попытки Вот, у меня отец играл на семиструнной гитаре Ну, там может две песни знал, да Ну и играл на гармонь, баян Ну и песни тоже пел военных Ну он просто на войне был Вот И я сначала Ну гитара была семиструнная И попросил Ну да, мне понравилось Почему мне гармонь не понравился Баян Слишком громкий инструмент Да Меня почему-то это пугало Да Все время как У-у-у, и все Вот А гитара такой Ну, камерный такой инструмент Очень такой приятный Вот И он мне показал Там песня Соколовский хор гитары Если честно Даже не помню, как там Что звучит Вот И я ее пытался там играть Ну, может быть Неделю-две я помучался И потом В смысле Тебе показали? Он мне Нет, нет Он мне ее показал Отец Отец показал И я Ну, недели-две помучался Ну, песня Понятно, что В то время Что нужно было Там Кино Да Как раз вот они только там Начинали Да Вот Ну, какой там Соколовский хор Хор гитары Я думаю Да, нафиг Короче Неинтересно Вот И, наверное Ну, месяца на три На четыре Я забросил инструмент А второй толчок Был просто Я из Новгородской области Да, город Пестова На лето Я, естественно Это в школе еще И учился Там, ну, сколько мне 14 лет было На лето приезжали Там Из Питера Ну, соседи Они там Два брата Близнеца И вот И вот В это лето Как раз Приехал Один из братьев И Я к нему прихожу Он сидит на балалайке Там играет Такой Важный Такой И я к нему прихожу Ну, привет Привет Он мне говорит Слушай, у тебя есть гитара? Я говорю Есть Я ему приношу гитару И он начинает Ну, он года на два Меня старше Да, был И как мне показалось Он начинает Такой джаз играть Вот Ну, видимо Джаз и был Просто На то время Для меня Это Ух ты Круто Вот Ну, я не помню Сколько он там был Там неделю Но он что-то мне успел показать Да, я там Там Тын-тын-тын Может что-то запомнил И меня Вот с этого момента Просто Гитара Увлекла Очень сильно И уже Я Вот Без остановок До Нынешнего дня Я гитару просто Из рук не выпускаю Вот Практически каждый день То есть Ну Понятно, что бывают перерывы Но То есть Это Музыкальный инструмент Всей моей жизни Да Ну ты Как бы Во всех смыслах Не упускаешь Из рук Ну Вообще Понятно, да Что Да Ну Я вот в 14 лет Начал играть на гитаре Потом у нас Как-то В школе Там Я не знаю Лет 15 Уже у меня было Как-то Все удачно сложилось И Сформировалась группа Название КПД Такое было И Самое интересное Что это все Были Ученики Одного класса Школьный ансамбль Да Школьный ансамбль Пять человек Ну Одно время мы играли У нас столовая За стенкой Столовая Там Что-то какие-то Инструменты нашли Там у меня Что-то было Вот И По сути Наверное На лет С 15 У меня Началась Вот эта История Уже Приближение К гитарному Мастерству Вот Я уже Смотрел Там По телевизору Какие-то Передачи Были И Когда Показывали Мастеров Меня Уже Это Как бы Реально Цепляло А Показывали Мастеров Ну Там Какие-то Были Передачи Ну Я уже Не помню Название Ну Чуть-чуть Фрагментики Ну Какой-то Сюжет Сюжет Да И Меня Просто Это Реально Очень Сильно Цепляло Я Прям Так Вот Блин Классно А Ты Как-то Чем-то Занимался Ну Что-то Руками Делал Параллельно Постоянно Что-то Столярки Понятно Не было Профессионально Что-то Мне отец Показал Рогатки Самострелы И все Прочее Воздушки Это все Делалось Поэтому Навык Какой-то Был Ну Естественно Я сначала Попытался Ну Где-то Что-то Там Порожек Подпилил В такой Легкой Форме Все Это Ремонтировать А потом Брат Помог Отец Помог Ну Я эту Гитару Не считаю Что Я вот С нуля Один Сделал Потому Что Я Ну Сколько Там 15-16 лет Было Уже Мне Я сделал Электрогитару Ты сам Крутил Датчики Смотри Датчики Нет Там Советские Или Не помню Чешская Болгарская Какие-то Один Датчик Был Да Один Датчик Был И гитара Больше Напоминала Такую Дорожную Маленькую Был же Журнал Юный Техник Вот Я Оттуда Много Информации Взял По электронике По гитаре Ну Гитару Я сам Нарисовал Сам Все Придумал По форме Где-то Там Фотография Даже Есть Надо Будет Найти Ну Конечно Что-то Я сам Сделал Что-то Мне Брат Помог Что-то Отец Помог Помню Покрасил Ее Пожарной Краской Красной Потом Со Временем Буквально Месяц 22 прошло Я ее перекрасил Она уже была Черно-белая Такая Гитарка А куда ты втыкался Ладов 16 Всего было Ну В принципе Мне это Вот так Втыкался Слушай Было Снижать 301 Вроде бы Бобинник Магнитофон Ламповый Кстати И звук Кстати Офигенный Был Вот Ну Именно На то Время То есть Мне Его Достаточно Было Там Даже Этот Перегруз Был Прям Ламповый Такой Это Вообще Круто Своими руками Ну Да Ну Не Это я дома Играл А так Это Сколько Детя было Старшие Классы 15-16 Старшие Классы Но надо Должно Отдать Что Школа Нам Пошла Навстречу И нам Мы ездили Там Новгород Боровичи Там Купили Комбик Не комбик Усилитель Клавиши Где Нота До Не играла Ну Просто Были Единственные Клавиши Боровича До Не было Ну Как-то Обходились Барабаны Купили То есть У нас Успели Поиграть Года Может быть Полтора В школе А как Ты Лады Размечал С ладами Было Сложно Потому что Ну Лады Это Юный Техник Журнал Ну Если я не ошибаюсь Да Вроде Юный Техник Там Таблица Была Вот Ну С ладами Как Поступило Я Выковырил Из Какой-то Старой Гитары Сначала Я попытался Сам У меня Была Медная Пластинка Я попытался Сделать Сам Лады Я Сделал Два Лада И понял Что Это Наверное Целый год Я буду Сидеть И делать Эти Лады И так На гитаре Было Первые Два Лада Вот эти Медные Это Я Сам Сделал А потом Из Старой Гитары Их Выковырил И уже Добил Старыми Ладами Насколько У меня Тогда Понимание Всего Было Вот так Я Это Сделал Но В принципе То есть Понятно Что там Высота Ближе Классической Гитаре Была Но В принципе Мы Тогда Не Виртуозы И были Три Четыре Аккорда Этого В принципе Достаточно Было Много Кто Сейчас Делает Себе Электрогитару Да Ну Я К тому И говорю Почему Я сделал Потому что Я начал Учиться На гитаре И практически Сразу Меня Начала Цеплять Вот Эта Вся История То есть Я начал Чего-то Там Возиться Где-то Что-то Подтачивать Где-то Что-то Там Струны Я помню Светлановские Были Я плоскую Обмотку Сматывал Под ней Была Круглая Обмотка Вот Где-то Там Чего-то То есть Ну Там Правда Приходилось Чего-то Мудрить Но Они На мой Взгляд Звучали Немножко То есть Они С плоской Обмоткой Такие Получается Как глуховатые Были Но Они Наверное Для чего-то Подходили Для джаза А тут Они Я Обмотку Сматываю Они Поярче Звучат Круто Ну Понятно Струны Варить Это Или Что-то Дискомфортное Слушай Потому что Эталона Не было На тот момент Для меня Все нормально Было Потому что Еще был такой момент У нас Ну По всей стране Были Магазины Уцененных Товаров Вот И тут Ну я периодически Заходил туда И честно Не помню Зачем Вот И тут Я захожу И там Бас-гитара Роден Называется Ну это вроде Российское Производство Вот И я Прихожу Домой Отцу Говорю Вот Надо Бас-гитара Ну там Цена Вообще Как бы Я не помню Сколько стоило Ну то есть Недорогая Гитара Вот Тогда Вот Мне Родители Купили Эту Гитару Вот Ну Самое Интересное Мы на этой Гитаре Вот В школе Так У нас Бас-гитарист Он так Не играл Но самое Интересное Что я С ней Сделал Мне Показалось Что Гриф Слишком Профиль Ручки Грифа Квадратный Ну он По сути И был Квадратный Да Ну там Анкер Был Все Я подумал Что надо Его скруглить Чтобы удобнее Играть Я не учел Тот момент Что Ну видимо Эта бас-гитара Попала В уцененные Товары Из-за того Что там В принципе Анкер Не работал Вот А может На всех Гитарах Да Он так Работал Потому что Ну Зачастую Приносят Вот 12-струнные Гитары Да Фабрика Луначарского Ну там По сути Анкер Он Роли Никакой Не играет Он просто Держит Гриф Такой Мощный Да И он По сути Да Ну Может он Как-то Работает На каких-то Гитарах Но Наверное Процентов 90 Скорее всего Он не работает Ну я утверждать Не буду Но то что Мне гитары Попадались Так и было Вот И я Стачиваю Профиль Гриф Такой Кругленький Становится Натягиваю Струны И у меня Гриф Отгибает И ничего С этим Не сделать Ну И высота Там естественно Такая мощная Получилась Ну Хорошо что Ну я что-то играл Как бы В каких-то песнях Ну хорошо что Не я на этой гитаре Играл Ну мы все Тогда Конечно фанатели От там Брюса Ли Джеки Чан Шварценеггер Поэтому силы были Чтобы струны Прожимать Ну и опять же Я повторюсь Мы Ну не такие Профессионалы Да Каких-то Запилов Не нужно было То есть это Три-четыре Аккорда Пум-пум-пум-пум Да на басу Поэтому это Вполне Как бы Достаточно было Поэтому в принципе Тогда Ну я Особо Не помню Каких-то Ну я к тому Что замечал Я что там Удобно Неудобно Играть Ну мне было Просто классно И все Я играл И все А когда Первую акустику Ты сделал Ну первый акустик Это уже Классическая гитара Первая Классическая гитара Ну я В школе Отучился Потом я поступил В лицетехническую Академию И вот я уже Отучился в Лицетехнической Академии И то есть Получается Инженер-технолог Механическая Технология Древесины Вот Ну учился Так себе Но в принципе Доучился Вот И После Лицетехнической Академии То есть С гитарами Это никак не связано Хотя у нас была Группа Музыкальные инструменты И я Там просто Все время мечтал Надо было мне Идти в музыкальные инструменты В эту группу А в смысле Прям об обучении Ну да Так получилось То есть Я вернулся в Пестово Но отрабатывать Ничего не нужно было Вот Ну как-то так То есть Нам сказали Ну То есть Хотите Оставайтесь Хотите Езжайте Куда хотите Ну и в итоге Да Я так посидел Немножко в Пестово И Просто вернулся В Питер И нужно было Ну искать работу Вот И в принципе Все удачно Получилось Есть гитарный мастер Виталий Пахомов Он как раз Учился в третьей группе Это вот музыкальные инструменты То есть Академию сняли Да И он уже Ну что-то как-то Мы связались И он оказывается Уже полтора месяца Работал на заводе Аккорд Вот Уже делал гитары Ну я естественно Пришел на завод Аккорд Виталику Говорю Виталик договорись С кем-нибудь там Чтоб меня взяли Ученики И Он договорился Вот Алексей Николаевич Нестеров Гитарный мастер Ну классическую гитару Как раз делал Вот меня взял ученики То есть Выпускники Академии Те кто учился На отделении музыкальные инструменты Они реально шли потом И могли работать На заводе Ну то есть Они могли приходить Да на фабрику Луначарского Или ну по стране Много заводов Сейчас Насколько я знаю Даже В Академии Нет такой Группы Уже не учен А была вообще Культура такая Типа вот ты отучился И ты Как ключе Или как Ну вот индивидуальный мастер Просто делаешь Слушай Ну насколько я знаю Этому У нас никогда не учили Вот именно конкретно Ты мог быть мастером На производстве Да Но это не гитарный мастер Алексей Николаевич У меня взял ученики И сразу Практически Я начал делать гитару Вот под его руководством И Три с половиной месяца Мне понадобилось И вот первая Классическая гитара Была сделана В смысле Ты полностью Ну как бы полностью Я думал Просто там Как на заводе Какой-то ты Еда производства Просто отвечаешь И все Нет 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 Там именно Ну по сути Да Это как бы Такой Мини производство Ну завод Такой небольшой Да Но в принципе Я именно Как бы Ну меня взяли Учеником Вот На этот завод И я первое время Платил аренду Да То есть Ну чтобы Там делать ремонт Или Ну официально Быть устроенным Это уже уровень Какой-то нужен То есть меня там Официально Где-то Года через полтора Вроде бы Вот так Я уже официально Ну то есть Это не совсем завод Это скорее Кооперация мастеров Что ли Ну по сути Когда я туда пришел Это был завод То есть Это У нас был директор То есть Бухгалтерия Да Ну все как-то Как на заводе Линейка Мы выпускаем Такие-такие-такие Инструменты Смотри Там Это именно Предприятие По ремонту То есть Изначально Еще До того момента Как я пришел Там выпускали Да Гитары Но вот Когда я уже пришел Там именно Сидели мастера По гитарам Ну они делали гитары Да Тоже Как бы Ну это уже Мастеровые гитары Там был ремонт Баянов Да Аккордеонов Гармонии Скрипки Скрипичный мастер Был Вот А также Ремонт Реставрация Пианино Да Фортепиано Вот Ну это самое Основное Кстати Тогда было Ну раньше Как бы И больше Спросом Гармонь Баяна Да Очень популярно Да Я помню У деда Под кроватью Было Ну я думаю В каждой семье В каждой семье Обязательно С какой-нибудь Западающей клавиши Чемоданчик И как вообще Твоя первая гитара Звучала? Ну слушай Ну нет Она естественно Звучала Потому что Я же ее делал Под руководством Нестерова Алексея Николаевича Ну очень крутой мастер Вот И Ну хотелось Как бы естественно Первая гитара Ну Хотелось себе оставить Да Ну в итоге Конечно Как бы Себе я не оставил То есть ее купили А она продавалась От имени От имени Аккорда Или нет? Ну Я не буду там Как бы Насчет этого Продалась Продалась Сначала просто В одни руки Потом в другие руки Ну и игра на гитаре Уже когда в колхоз Поехали Ну сразу естественно В колхоз И там просто Сразу Зазнакомились С ребятами Там да Ну гитаристы О давай группу Да Ну и где-то наверное Ну год поучились И уже потом Как бы Вот уже группа была И Играли Темки всякие Ну свои кстати По сути Это было начало группы Да Именно в колхозе В лесотехнической академии То есть Ну там все Зазнакомились Ну понятно Что это Кино там Алиса Да Такой Ну Рок такой Мне больше понравился Вот И потом Ну наверное Годик Проучились Так потихоньку Там где-то Чего-то Подсобрались Да У кого-то на квартире Раз Два Три А потом В итоге Как бы уже Ну в лесотехнической академии Клуб был Вот Там что-то было Кто-то там Я уже не помню Договорился И уже потом Стали там Репетировать И Так В принципе До нынешнего дня Да Вот Артем Вот В лесотехнической академии С ним познакомились Да Вот мы так С ним и продолжаем Вот И выступаете Да Ну по сути да Ну мы каверы играем Вот И С нами тоже Барабанщик Басис Ну чуть позже Они подключились Ну практически Это Ну там 93-94 год Вот с того времени Ну у тебя получается Такая Такая Мне кажется Многие так Типа Вот есть работа Безневка А вечером Там для души Музыка Только у тебя работа Тоже с музыкой Связана с Ну Да Как-то От музыки Никак не отбрыкаться То есть Все равно Пришел Поработал с гитарами Да Но По сути Гитары Да Ну понятно Что это Столярка Да Больше Да Как бы музыка Это все-таки Немножко другое Вот Но у меня были моменты Когда Ну Я не знаю Как-то Уставал Да В принципе От всего И Там Я и бросал играть На какое-то время Да С ребятами Ну потом Возвращался Да Такие смешные были моменты У меня Помню одно время Даже на бас-гитаре играл Вот У меня бас-гитара Была Такой прямоугольный Огромный кейс Вот А в Питере Витражи Бывают такие Приличные И я помню Что Я бросил Ну Играть На бас-гитаре Да Как бы И вообще В принципе Вот С ребятами Потому что Одна из причин Была Потому что Я устал ходить С этой бас-гитарой Потому что У меня сдувало Просто Это как бы Смешная отмазка Конечно Я думаю Основная причина Не в этом была Но просто бывает Как бы Ну устаешь от всего Ну конечно И все Видимо просто Нужен какой-то перерыв Перерыв получался А потом опять все равно Хоп Берешь гитару Да Играешь Что-то придумываешь Да И все время Но мы к этому Вернемся сейчас К твоей музыке А насчет Ну короче Ты вот устроился в аккорд И много-много лет Там работал Я так понимаю В мастерской Да Да Ну Только потом уже стал Соответственно сам мастером А у тебя были подмастерия Потом там У меня естественно не было То есть Ну там По сути так и не принято И так и не заведено Именно Ну на аккорде Было То есть То есть ты приходишь Вот я Алексей Николаевич Нестеров У меня взял ученики Все Ну понятно Что я первую гитару сделал Это не говорит о том Что все Идите Сам работай Ну там у всех По-разному получается Я не знаю У каждого свой опыт Да Вот Ну у меня лично получилось Что я конечно И вторую и третью гитару Я постоянно Алексей Николаевич там рядом Да И постоянно Алексей Николаевич Как это Как это Как то Это все были классики Да Да Первая гитара Именно классики Вот Потом Ну потом Потихоньку Естественно Как бы Начал сам Да Что-то там Вот уже Ну и на самом деле Там в принципе Я сейчас уже Как бы Ну со стороны Так смотришь Да Вот И Ну Молодой Да Хотелось Что-то там Ну свое Да Там И Потом Ну вот честно скажу Бывают гитары Приносят Вот всех времен Мои Когда Тебе же Да Да Я всегда боюсь Этого Потому что Когда мне говорят Вот у нас Ваша гитара Такого Такого Она подписана Я думаю Блин Я сейчас же Как бы Вижу ее И мне Я все время боюсь Блин Скорее все Там Блин Тут Это что-то не так То что-то не так Ну так приносит Ну в принципе Ну вроде Ну это В принципе Как бы Это же нормально Да Естественно Что Я же Не могу Сразу Там Ну это Конечно Взял Сделал Супер гитару Ну когда Именно Первые несколько Гитар Алексей Николаевич Как бы Контролировал Да Они были Выше уровнем Чем последующие Сколько Сколько-то Гитар Да Вот Потом Естественно Я Выровнялся Да И уже Как бы Понимание Пришло Со временем Вот Ну еще Понятно Что Алексей Николаевич Это первый мой учитель Да Как бы Я ему Конечно Ну супер благодарен И рад Что я к нему попал Потом Уже Другим У других мастеров Там Да Учился У другого Что-то И на аккорде Да Что-то Подсмотрел Да Что-то Там Третьего Четвертого Пятого А как это происходит Смотри Ты работал Все это время Потом на аккорде Или уже Потом Нет Я на аккорде работал Но смотри Ты же как бы Если ты в этой теме Ты общаешься Да С мастерами Я даже на аккорде Как бы С одного места На другое Там Несколько раз Переезжал С одним мастером Поработал С другим Вспомнил Очень смешной случай Наверное Года полтора Или два назад Был По поводу Старых Жениных гитар Которые мы приносили Приносят в очередной раз Какую-то Жениную гитару Классику Человек Оставил Там Какую-то Доводку Еще что-то И человек ушел Женя сидит На нее смотрит Достает ножовку Начинает пол головы Отпиливать Не-не-не Там Ну немножко не так получилось Понятно что Ну просто гитара Вернулась Ко мне Это было очень смешно Да Ко мне И она уже моя была Просто там Человек Он сейчас В Париже живет Я ему несколько гитар сделал Одну в итоге подарил И он мне Потом как-то Ну вот Он мне заказал сейчас баритон Ну пока Не складывается Да Ну вся эта ситуация Да И он мне просто Одну гитару Вот это Не помню Это вроде бы вторая гитара была Сказал что на ней не играет Вот И он мне просто ее привез Ну это года три или четыре назад было Да Ну я говорю Ну давай привози там Что там Как бы Ну учтем там что-то Да За баритон там Как бы Ну он мне Там несколько раз Верхнюю Елку покупал Деки Там в Париже были эти Выставки Да И там Со Швейцарии привозили Вот Ну материал Да Я понял И он мне Ну просто У него здесь брат живет Он приезжал сюда Он мне гитарку привез Ну и она уже как бы естественно И я бы не поступил так Да Что придется человек И взял ножовкой Ну да Ну бывает Да просто как бы Ну на самом деле Лучше получилось Потому что там Просто очень длинная Голова Голова Неэстетическая Я немножко ее Ну подделал Подработал Причем От момента принятия решения До действия Прошло нисколько времени Это просто было вот так вот Давай конечно Просто резать Господи что происходит Паша Пашелыч один был на подкасте И он У него тоже первая гитара Это твоего авторства Да Только я не помню Акустическая или электрическая Там вроде бы была Гитара под нейлон Сделана Но именно там Гриф поуже Да То есть это не Типа кроссовер Она выглядела как Акустическая Да Но подняло Смотри Мы можем из этого Какой-то урок для людей Которые хотят стать мастерами Вынести Вообще был такой вопрос Вот что сейчас делать Куда пойти учиться Да Куда пойти учиться Ну смотри Как бы мне Ну пишут частенько Да Приходят часто к нам Да Ну учиться Наверное Понятно Что сейчас Как бы Там Ютуб Да Очень много Всей информации Но я бы советовал Просто Найти мастера Который Обучает Да Просто не все мастера Берут учеников Вот И Просто если Это твое Да Вот это Ну Почувствуешь просто Да Вот Ну и учиться Идти То есть возможно Со стороны Такая красивая мечта Как ты Вот в этом Фарточке Кожаном Там где-то Ну Не Можно Ну у меня По сути у меня было Я сам начал Да Вот Ну понятно Что если бы я так продолжал сам Я бы какого-то там уровня достиг Но Если бы я Не пришел на аккорд Без чужого опыта Это Да 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 Без чужого Ну Просто есть мастера Очень классные Вот Нужно просто хорошего мастера найти Если он берет учеников Это самый идеальный вариант Блин Даже такой путь Ты же не знаешь Правильно ты делаешь или нет Пока у тебя гитара Полностью не получится И ты Не сыграешь Аккорд Или я ошибаюсь Ну Слушай Как бы На самом деле Не вариант Что у тебя с первого раза Там Гитара получится Хорошая Да Возможно даже и с десятого То есть да Ты можешь как бы и 10 лет этим заниматься И в принципе Если ты понимаешь Ну Главное Чтобы ты сам понимал Что ты делаешь Да Если Ты сделал первую гитару И тебе она понравилась Ты доволен и счастлив То я думаю Как бы Ну скорее всего Это первое и последнее Твоя гитара будет А если тебя зацепило Да Ты понимаешь свои ошибки Да Ты слышишь И вот ты продолжаешь И постоянно Это борьба С самим собой И со звук Вот Блин Это круто Ну ты можешь как бы Ошибаться Да Можешь там Я не знаю Не ошибаться Да Но все равно Если Ну ты должен понимать Вообще Что ты делаешь А можно вообще сказать Что какие-то есть ошибки Или нет Потому что вот например Вот например Я не знаю Какой критерий взять Долгий сустейн Например Ну Можно сказать Что это Это как бы эталон А можно сказать Что для каких-то Музык Это не нужен Долгий сустейн Или наоборот Просят Мне не нужен Мне нужен короткий Например для джипси Да Чтобы он чик И все Да Фламенко Ну на самом деле В принципе Существуют разные инструменты Да Понятно что есть гитары И сустейн Более долгий Да Ну главное Чтобы он как бы Был правильный Сустейн Потому что он может быть В принципе Не очень Правильный Вот Ну инструменты Так же как электрогитары Так же как акустические гитары Понятно Даже разные производители Немножко разный характер звука Да Вот Для электрогитары Понятно что сустейн Он там Подключил примочку Да Что добавил Да Понятно что в акустической гитаре Такого сустейна не будет Да Но по сути Вот Понятие сустейна Да Ну я На самом деле Как бы Наверное не буду Углубляться Да Вот в эти все Штуки Потому что Это больше Музыкантам Надо Да Но на мой взгляд Когда много сустейна Он мешает Просто Да Особенно классическая гитара Да Акустическая гитара Надо в меру Конечно Все должно быть в меру Есть какие-то вот факторы Да Которые Критерии По которым гитара оценивается Ну по сути Вот Если человек разбирается Слышит На самом деле Даже бывает Приходят Вот к нам часто В магазин люди Даже не Играя на гитаре Да Но если они музыканты Они в принципе Разбираются Луки То есть слышат Хотя Очень часто бывает И наоборот Когда приходят люди Хорошо играющие Но Они не понимают Что происходит Вообще С инструментом Такое тоже Очень часто бывает Кстати Так что Тут наверное Больше такой фактор Какое количество Инструментов Прошло через твои руки И как много Ты вообще С ними взаимодействуешь С разными Потому что Бывает Ребята Приходят Технично Играют Все классно Красиво Но Вообще Понимания Что там Происходит В звуке В гитаре Как бы Нет Так что Это такая Тема Блин Ну да С гитарами Просто бывает Такое Что если Тебе действительно Не попадали Классные гитары В руки Ты все время Играл Ну Хорошие гитары И ты Берешь Классную гитару Ты даже В первый момент Ты не можешь Понять Ты не понимаешь А что здесь Куда ее Что в этой гитаре Вообще Хорошего То есть Нужно время Чтобы понять И потом Когда это время Пройдет У кого-то Это понятно Кто-то быстро Схватывает Кто-то дольше И ты уже Если у тебя Есть хорошая гитара Ты постоянно Играешь На ней Ты слышишь Тебе уже Проще ориентироваться Вообще В этом мире Может быть Если музыканты Играют 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 На какой-то Допустим Средней гитаре Ну и все хорошо Или это Новый уровень Тут Фишка В том Что Если музыканта Устраивает Эта гитара Ну и хорошо Он доволен У него есть Свой слушатель В этом Ничего плохого Нет В принципе Знаешь Тут Получается Навязывать Кому-то Что-то Такое Неблагодарное Дело Абсолютно Мне кажется Это очень многое Зависит от того В какую среду Попадает музыкант С кем он общается В каком круге людей В каком круге Общается ли он С мастерами И так далее От этого Мне кажется Много понимания Приходит Что происходит В звуке В гитаре В инструменте Потому что Я когда Начал в этой сфере Работать Я вообще Ничего не понимал Реально Просто Для меня Все это Стало Открываться По-другому Когда я начал Больше общаться С мастерами Когда мне Начали Ребята Обращать внимание На всякие Моменты Которые Я раньше Общение Обращал Внимания Вот И за счет Этого У меня Вообще Перернулась Картинка Вот Но это Просто Нужно Попасть В какой-то В такой Круг Людей Вот Мастеров Вообще Чтобы в этом Как бы лучше В это все Погрузиться Глубже Наверное Надо сделать Ремарху Что на Качество Игры Это влияет Опосредованно Это скорее Влияет На какое-то Вдохновение Ну Да Наверное Хочется Гитару Чаще Брать В руки Но ты Просто Начинаешь Больше Обращать Внимание На Всякие Нюансы В инструменте На самом деле На качество Игры Это тоже Влияет Прилично Ну Просто Если Грубо говоря Тебе Инструмент Не выдает Да Чего Вот Из него Хоть Ну Ты можешь Ну Смотри Ты в принципе Тебе просто Сильно напрягаться Приходится Чтоб Из него Именно Выжать Тот звук Который Тебе Нужен Ну И при этом Если ты Понимаешь Какой тебе Звук Нужен Вот Если ты То есть Тебя Ну Про что я говорю Если в принципе Тебя устраивает Гитара Ну Это И классно Как бы С другой стороны Если ты Например Начинаешь Играть На Каком-то Простеньком Фанерном Инструменте У которого Совершенно Нет Никакого Динамического Диапазона Естественно Ты Никогда Не будешь Играть С такой Динамикой Как Всякие Крутые Чуваки Потому что Инструмент Тебе Физически Этого Не позволит Сделать Если Ты Будешь Все Время На Зажатом Динамическом Диапазоне Находиться Ты Никогда Не будешь Играть Выразительно У тебя Не будет Появляться Понимание Динамики Это же Очень Важно Потому что Новички Как правило Они играют Без Динамики Без Вот Этого Это же Очень Важный Момент Динамика Это Выразительность Поэтому Если Инструмент Как правило Дорогие Гитары Они Обладают Широким Динамическим Диапазоном И Разными Тембрами Особенно На классической Гитаре Это легко Заметно Выразительность Если бы Все говорили Одинаково Монотонно Микрофон Это же Тоже Некрасиво Ты можешь Быть Сам Счастлив Но Вокруг Тебя Никто Не будет Слушать Мне кажется Это тоже Имеет Место Быть Еще разочек Насчет Того Что Сегодня Человек Хочет Найти Нужно Мастера Которого Которого Покайфу Ну Блин Это Кстати Еще Отдельная Тема Ладно Ты имеешь Ввиду Если Человек Хочет Научиться Именно Гитарному Мастерству Делать Гитары В идеале Это конечно Если он Найдет Мастера Который Возьмет Его Ученики Хорошего Мастера Но Это Немножко Две Разные Профессии Чинить Гитары И Делать Гитары Ну Понятно Что По сути Да Ремонт Гитары Реставрация Гитар Изготовление Немножко Разные Вечи Просто Может человек Делать Гитары Но При этом Ремонт Реставрация Реставрация Не заниматься Его просто Не интересует Это Потому что Это Ремесленное Обычно Если человек Делает Гитары Ремонты Тоже Делает Просто Бывает Со временем Он понимает Что Ремонты Ему Не интересны Бывает Люди В принципе Не делают Гитары Делают Только Ремонты Кто-то Занимается Изготовлением Гитары Ремонтом Гитары Реставрация Это тоже Немножко Разные Вещи Поэтому В принципе Можно начать С ремонта Главное Не с дорогих Гитар Это по чуть-чуть Все равно Ремонт Приносит Гриф Ты такой Ну я сделаю Гриф Очень важный Момент Что Нез дорогих Гитар Нет Сейчас Просто Очень много В принципе Информации На ютубе Литературы На русском Языке Не так Много В принципе Если Знать Английский Ты В свое время Пользовался Этим Нет Я Естественно Тоже Видео Смотрел Но Это Уже Было Гораздо Позже Потому Что Когда Я Начинал В принципе Никаких Видосиков На ютубе Не смотрел Сейчас Естественно Я немножко Там Тоже Есть Такой Момент Потому Что Мастера Разные Есть И Не все Видео Корректные Они Правильные Сейчас Понятно Что я Смотрю Допустим Как ты Музыкант Ты играешь На гитаре Тебе уже Проще Видос Посмотрел Он Здесь Неправильно Играет Я тоже Бывает Иногда Раньше Я снимал Что-то Сейчас Мне проще Кавер Играми Бывает Включу На ютубе Видео Посмотрю Нормально Вот так Но я Включаю Человек Не шарит Вот это Все нормально Ну и так Ну и так же Как бы С гитарными Мастерами Много Видео Всяких Ну просто Там Где-то Что-то Мастер Не договорил Ну как Это Сделать Человек Потом Пытается А как Вроде Мастер Там Все Сделал У него Не получается Ну и опять же Нет Если Там Столярка Хорошая В принципе Гитара В принципе Не так Сложно Сделать Ну именно Столярку Самую Понятно Что там Другая история Чтобы она Звучала Способности Человека Да Если способности Есть То в принципе Сейчас Не проблема Заказать Чертеж Заказываешь Чертеж Если Столярка Хорошая То делаешь Гитару Не проблема Причем Сейчас даже Продаются И конструкторы Когда ты Покупаешь Уже Да Можно Конструктор Купить Полуфабрикат Скажем так Да И просто Собираешь Такие Конструкторы Есть По-моему Если не Компании Мартин Ты просто Заказываешь Разобранный Мартин И просто Его собираешь Можно начать Даже с этого Это было бы Шоу Да Ну Я еще Хочу Просто Знаешь Бывает Человек Хочет научиться На гитаре Вообще В идеале Конечно Найти Преподавателя Хорошего И научиться Но Бывают Люди Которые Без преподавателя По видосикам На ютубах Они реально За год За два Просто Начинают Так играть Что ты Мне кажется Они просто Походят Набивают в поиске GoFingerstyle Ну Может Скорее всего Покупают курс Ссылочка Вот здесь Снизу Нажимают колокольчик Через год Да И так Так же На самом деле С гитарным То есть Если ты захотел Мастером быть Если в принципе Ну Там У тебя Есть предрасположенность К этому Ты можешь В принципе Как бы И без мастера Какого-то Сам научиться Делать Ну Тебе нужно Как минимум Постранство Инструменты Сырье Ну Это-то понятно Но Это же сейчас В принципе Ну сейчас Понятно Сложнее Но в принципе Это все Можно купить И понятно Что Нужна мастерская Инструмент То есть Инструмента Реально Очень много Надо Да Ну понятно Что У тебя Должно Дерево Выдержанное Ну да Лучше Мастером Стать Чтобы Доступ Иметь К этому Всему Да Поэтому К нам Тоже Ребята Бывают Магазин Приходят Кто-то Просто С ремонта Начинает Потихоньку Делать Если Есть Заинтересованные Ребята Из Питера Зайдите К нам В магазин Я могу Посоветовать Такое место Где сейчас Требуются Именно Ученики Ты про Джимди? Да Вот об этом Я хотел поговорить Где-то я слышал Или видел Что В скандинавских Странах Есть В целом Культура Лютье И есть Вот это Вот это То что Пойти Отучиться Получить Прям Сертификат Разрешение На эту деятельность И вот Как бы И делать это Ну как сказать Официально Ну как бы Ты лицензированный Специалист Не просто Имеешь опыт И можешь Что-то показать А вот именно Вот эта вот тема И соответственно Есть какие-то там Объединения И так далее Насколько Популярна Вообще У нас Эта тема Насколько Много Мастеров Вот Смотри Мастеров Много Но Насколько Я знаю Вот Такого Нет Те Кто Именно Делает Нет Я и говорю Что мастеров Много Кто именно Делает Но Как ты Сказал Как В скандинавских Странах Что там Обучают Там Сертификат Культура Такая Да Мне кажется У нас Такого Нет Но У нас По сути В принципе И музыкальных Производств Таких Объемных Серийных По сути И нет То есть Есть как бы Мини Производства Опять же GMD Ряд еще Компания По стране Ряд Есть Но сейчас Ребята Пытаются Это мелкосерийный Очень мелкосерийная История То есть Объемов-то Таких Нет Рубрика Импратозамещения Есть Мелкосерийные Есть ИП Индивидуальные Ну как ты Например Ты же Делаешь Один полностью Гитара Ну да Ну то есть Есть мелкосерийное Производство Есть По сути Мастера Кто По штучной Да Ну понятно Что кто По штучной Делает Много гитар Не делает Сколько нормально Гитаров делать В год Для мастера Ну смотри Все по разному Делают Ну конкретно У тебя Ну у меня Сложная ситуация Я в гитарном Клубе работаю Приходится Очень делать Много ремонтов Я на самом деле Как в гитарный клуб Пришел Это Получается 17 4 А 18 4 Ну 4 года И 4 месяца Где-то работаю То есть по сути Я думал Сейчас приду В гитарный клуб Так буду Параллельные гитарки Не получилось То есть у меня Такой перерыв Приличный был Но вот Недавно Я вот классику Сделал Заказ То есть Смог Получилось Вспомни У Жени Он очень крутый Делает гриф Суперудобно Ты не с того начал Не похоже Офигенно звучит Просто Очень удобно Делает Потому что Я держал Разные Жени На гитаре В руках Показатель Акустики Классики У него есть Своя фишка С грифами И он их делает Очень круто Но классика Получилась Очень звучащей Очень сбалансированный И в общем Топчик Мы к этому вернемся К твоим гитарам Давай в целом Поговорим Про наших Вот на слуху Я скажу Перечислю На слуху Главные Это мелкосерийные Наши питерские GMD Раньше Не знаю Кстати как сейчас Раньше Вот это моя Мастеровая гитара Андрея Кибиня Насколько я понимаю У него тоже мелкосерийные Кибинь это Белоруссия Да У него тоже Мелкосерийные Производства Насколько я понял Кибинь Что еще Доф Тоже мелкосерийные Видимо И А ну Ньютон Ньютон Да И ну Наверное Я больше тоже Показал Ну там Есть наверное ряд Мастеров У которых там Ну мастерская Несколько человек Там Ну Есть еще Да Но в принципе Ну Которые на слуху На слуху Не не Они как бы Хорошо делают Просто именно Все равно Они делают Меньше уже Вот Это уже наверное Я бы сказал Не мелкосерийные Это с чем связано С тем что Те кто Как бы на слуху Это значит Их закупают Магазы Потому что Они могут Обеспечить Какой-то объем И соответственно Их О них и рассказывают Или почему Они одни на слуху Другие не Ну наверное Вот это наверное Юра ты больше даже Мне кажется Тут дело в том Что просто Мелкосерийные ребята У них Есть модельный ряд То есть Они прямо У них есть такая Модель Которую они прямо Выпускают А есть ребята Которые просто Под заказ Под конкретного человека Делают по его спецификациям И каким-то пожеланиям Отдельную модель А мелкосерийные Вот именно Вся суть Я думаю Тут в серии Поэтому А как Кстати Я скажу Если например Ну хотя бы Примерно ориентироваться Если вот например Мастер один делает Гитары Не подмастерили никого Ну например На своем личном опыте Ну как ты Да у меня Наверное Там было время Что я делал Где-то Ну гитар Наверное Ну 10 в год Да Вот Ну кто-то больше делает Да Но это Намного больше Никто не делает Да Ну 12 Может там Чуть больше Ну 10 это Удачные годы Обычно Как бы это Меньше даже Бывает Вот Если ты один Работаешь Вот Может у кого-то Это я говорю Про Или классическая Гитара Или акустическая Гитара Электрогитара Это немножко Другая история Вот У кого-то может Я просто По большей части Все делаю Вручную Ну у меня По минимуму Да Какие-то Станки Вот Кто-то У кого Может быть Если Все Механизировано Да Там Процесс Как бы Налажен Да Станков Там Понятно Что Быстрее Все Получается Вот Ну и Понятно Что Когда Мини Производство Уже Идет Естественно Там Подключается Там Чуть больше Людей Плюс Станки Да Естественно Как бы Там уже Я если честно Даже не знаю Кто Сколько Гитар Делает Но там Понятно Что Уже Как бы Намного Больше Окей Ну в целом Как к тебе Приходят Люди Они Просто Видят Где-то Твою Гитару Не знаю У кого-то Приятеля И приходят Хочу Такую же Или хочу Что-то Такого же Качества Что-то Изменить Под себя Зачем Люди Приходят К мастерам Они Как бы Не покупают В магазине Серийный Инструмент Причем У Жени Очень сложная Ситуация Он Мастер Который Работает В магазине Да Ну смотри У меня Сейчас Как получается То есть У меня Если Ну заказ Есть То есть Ну ко мне Или звонят Ну где-то Там телефон Взяли Кто-то Посоветовал Где-то Мою гитару Видели Да Ну я уже Там гитар Прилично Сделал Сейчас Вот так Вот Там Когда я Начинал Там Первые Гитары Там Ну вот Опять же Алексей Николаевич Который Меня учил Очень много Он мне Помог Просто Там Ну у него Потому что Уже Много Там А в смысле Он помог тебе Клиентов найти Да Да Просто Ну к нему Приходили Что-то Спрашивали У него Гитары Не было Вот Есть Ученика Гитара Да То есть Это На самом деле По-разному Кто-то Делает Рекламу Да Занимается Рекламой Ну Сайты Да Через сайт Приходят Вот По-разному Совершенно По-разному Да Получается Да Ну это еще Как бы Что Ну бывает К мастерам Идут Потому что Хотят Вот какую-то Гитару Особенную Особенную Что ни у кого Такой нет Гитары Вот хочу Гриф Толстый Или какое-то Сочетание Уникальное Хочу Вырез Такой Хочу Цвет Такой Какой Самый Безумный У тебя Заказ Был Слушай У меня Безумных Заказов По сути Не было Ну типа Два Грифа Наверное Был На моей Памяти Самый Безумный Заказ Это Когда Человек Пришел И заказал Гитару Вот Там Профиль Грифа Наверное В два Раза Толще Чем Обычный Классическую Там Наверное Три четверти Гитарка Была Классика Но Гриф Он Попросил Ну Если Стандарт Ну К примеру Я говорю Там 20 миллиметров Ну плюс Минус Там Гриф Где-то Был 40 Миллиметров Профиль Гриф Лопата Ну Я тогда Неопытный Мастер Был Поэтому Я в принципе Сделал Такую Гитару Сейчас Конечно Я В такую Авантюру Не писался Вот Ну Это Самое Безумное Ну Я думаю Ну Видишь Я делаю Классические Гитары В основном Ну Акустику Да Иногда Я думаю Безумие Больше В электрогитарах Все Вот Там Скорее Всего Творятся Просто Чудеса Кстати Ну Причем Ну Это Безумием Конечно Не надо Называть Потому что Как бы Предлагается Действительно Да Ну Это Да В хорошем Смысле Стива Последняя Гитара Там Вообще Там Просто Какой-то Три Грифа Какой-то Там Компьютер Там Там Вообще Какое-то Сумасшествие Он просто Сидит Какой-то Сайт Расставит Расскажи Как ты делаешь Свои гитары Ты делаешь Под заказ Или Ты такой Просто Вот Есть идея Сделать Вот такую Гитару И Сделал И ждешь Когда ее Смотри Сейчас Я Делаю Под заказ Да Ну У меня Есть В принципе Сейчас Я хочу Себе Сделать Доделать Начатый Четыре года Назад Телекастер Да Да Но Это Я хочу Себе Сделать Вот И В принципе И хочу Сделать Акустику Вот То есть У меня В принципе Тоже Себе Или Просто Какая-то Идея Есть Нет Это Ну Я все Время Думаю Что Когда То есть Может быть И себе Вот Ну Идея Есть Да Но Понятно Что Это Скорее Всего Не себе Но Это Без Заказа Да Ну В смысле У тебя Просто Есть Желание Сделать Нет Я Да Могу Делать На Заказ Если Есть Заказ Я Делаю На Заказ Да Да Раньше По крайней Мере Так Сейчас Просто Видишь В гитарном Клубе Работаю Просто Ремонтов Много Да Обычно Ну Вот Я Сейчас Силами Собрался Сделал Классику Да Но Сейчас Вот Пока Там Вроде Намечается Заказ Но Пока Его В принципе Он Пока Не Состоялся Да Все равно Ремонт Начинает Захлестывать Вот И Ты Понимаешь Что В принципе Может Быть Если Заказа Не Будет Опять Как Б Сосредоточиться На Ремонтах Но В принципе Телекастер Я себе Вот Сто Процентов За Лето Сделаю Потому Что Я Уже Все Звукосниматели Купил Колки Все Все Есть У меня Уже Корпус Есть Мне Только Гриф Осталось Сделать Сто Процентов Сделаю Что Там Делать Конечно Что Сложнее Делать Электрогитару Или Классику Ну Слушай Я Наверное Просто Промолчу И Не Буду Отвечать На Этот На самом Деле Хорошую Электрогитару Сделать Хорошую Классику Или Скрипку В принципе Что-то Хорошее Сделать Всегда Сложно Я Даже Не Скажу Что Это Сложно Но Это Нужно Умение И Как-то Говорить Что Сложнее В принципе Все Сложно Сделать Все Что В итоге Потом Хорошо Получается Как-то Так Жить Тяжело Как Кого Проще Рожать Мальчика Или Девочку При Одинаковой Стоимости Серийного Инструмента И Те же Деньги Отнести К Мастеру Слушать Слушать Выбирать Ну Видишь Мастера Ты не можешь Послушать Или Ты можешь Послушать У тебя Другие Работают Ну Все Мастера По-разному Работают А У кого-то Можно Прийти И Послушать У Кого-то Есть Гитары Допустим Свободные Заказчик С мастером Договорится А так Кого-то Рекомендовать На мой Взгляд Это Лучше Юрию Этот вопрос Задать Потому что Мне кажется Он Немножко Независим Некорректный Для меня Потому что Я сам Гитарный мастер Я поэтому И говорю Мастеров В России Много Классных Хороших Хороших Серийное Производство На уровне Есть Поэтому Можно Выбирать Гитарки В принципе Я могу Посоветовать Одного мастера Зовут Евгений Кудрявцев У него Очеред Не гитара Ну там Очеред Не так Просто Но Можно Попытать Часть А вообще Является Это Знаком Вы задавали Вопрос И я Подумал Является Это Знаком Знаешь Когда говорят Это гитара Ручной работы Смотри На самом деле У китайцев Тоже есть Гитара Хендмейт Прям там Пишут Которые Пять тысяч Стоят Написано Ты Ну как Мы сказали Параллельно Получается Вот работаешь И вечером Занимаешься музыкой Ты сам Сочиняешь Ну По сути Со школы Вот у нас Группа была Это были Мы играли Свои песни Да И у меня Как бы Как с того момента Пошло И в принципе У меня периодически Обострение Да И Никак меня Это не отпускает Я периодически Говорю себе Ну Ты на ерундой Занимаешься Да Ну Это Диалог С самим собой Но в итоге Все равно Получается Хоп Могу Месяц Ну На гитаре Я каждый день Практически играю Могу Месяц Вроде Ничего не идет Ничего не идет Потом Хоп Взял Что-то Придумал Вот Ну Там Ну понятно Там Это может быть Песня под гитару Да Или просто Там на гитаре Какой-то Ну Фрагментик Да Ну И Ну в принципе Как бы Последнее время Я как бы Ну или в гараж бенде Или в лоджике Да Сижу Я уже там Пытаюсь аранжировки Делать Ну на каком-то Своем уровне Ну мне просто Это интересно И все Вот На каком-то Таком уровне Я в принципе Музыкой занимаюсь А это Можете послушать Да Да Есть Есть Конечно Можно В Яндексе Нет Нет Я до такого уровня Не нашел То есть Я тебе могу скинуть Ты можешь послушать Нет Я периодически Там что-то придумываю Я вот В гитарный клуб Прихожу Чуть ли не каждый день Там вот Я придумал Не периодически У него почти каждый день Какая-то новая идея Он уже работает На чем-то новом Каждый день С утра Над одним Вечером У него уже другая идея А на следующий день Он уже приходит Уже с готовой песни Так что Ну да Я именно Не распространяю ее По незнакомым людям Но я друзьям Включил Так просто показать Слушай А мастер может быть Вообще отключен От музыки То есть Не играть Да Ну По сути Ну я например Не встречал таких мастеров Все равно Кто-то Он может на гитаре Не играть Да Ну или там Три аккорда Но он все равно Другой инструмент Да То есть все равно Понимание есть Просто Ну Реально сложно Сделать гитару Если ты Ну Не понимаешь Если ты не музыкальный человек Ну да Столяр Кенниса Нет ты можешь Сделать гитару Но Просто Ты дойдешь До какого-то уровня А потом Ну остановишься Если ты там Плохо слышишь Да Или Там какие-то вещи Не понимаешь Музыкальные Что за проблема У наших мастеров Я часто вижу Проблемы с дизайном Как ты думаешь Вот просто Эстетически Вот я вижу Какие-то В том же инстаграме Мастеров И я думаю Блин Как это Я не знаю Как звучит Эта гитара Например Думаю Как красиво Она сделана Как там Ну не знаю Просто пропорции Или там Дизайн головы Даже Это самое Ну важное Мне кажется Дизайн головы Наши некоторые Смотрят Ну как Думаю Вообще Можно было Так Ну Непонятно К чему Придраться Но как будто Общее впечатление Такое Знаешь Какая-то Странная форма Почему-то Вот здесь Почему-то Вот здесь Так Ну Дизайн Это сложная Тоже Штука На самом деле Это Это третья еще Профессия Получается Ты должен Столярка Хорошая Потом хорошая Как лютье Быть Чтобы звучало И еще Внешне Столярка Это сто процентов Да Хорошая Вот Ну можно Ну Понимаешь Если столярка Хорошая Если ты Как бы Учился Этому Там же В принципе Дизайна Тоже Получается Да Ты же Все это Тоже Учишься Да Вот Мне кажется Тут уже Дизайн Просто Внутри Самого Человека Да Ну Конкретно Гитарного Мастера Вот Если у него В голове Есть дизайн Вот Чувство прекрасного Чувство прекрасного Да То он есть Если его нет Ну понятно Что можно Подправить Да Подкорректировать Ну Ну потому Ну потому Что У меня На самом Деле Тоже С дизайном Ну Просто Это Для меня Сложно Вот Мне еще Кажется Тут есть Такой Момент Что Очень Многие Сразу Хотят Придумать Что-то Свое Оригинальное Что-то Оригинальное Что-то 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 Их Сразу Отличало А Идти Путем Скажем Так Повторения Каких-то Там Известных Мастеров По Классическим Гитарам По Акустическим Просто Повторить И Попытаться Приблизиться К этому Мне кажется Тут есть Такое Мент Что-то Стараются Проскочить И сразу Начать Придумать Что-то Своё Стать Оригинальным Это Ира Правильно Сказал Просто Действительно В идеале Допустим Я Не умею Делать Гитары Это Важный Момент Просто Берешь Чертеж И повторяешь Один в один Просто Пытаешься Приблизиться Именно Чертеж Понятно Что Вряд ли Где-то Можно найти Чертеж Какой-то Непонятный Не пойми Какого Мастера Не пойми Из какого Города Но это Обычно Если есть Чертежи То это Уже Известные Мастера Или Известные Типа Мартин Да Производители Мартин Я не знаю Тейлор Мэйтон Но Чертежей Очень много И просто Один в один Повторить Сделать И Действительно Юрий правильно Сказал Что Ну это Просто У меня Такая же История Была Как у Гитарного Мастера Просто Пытаешься Что-то Своё Придумать Изобрести Велосипед Да Но при этом У тебя Уровень Еще Далек Вообще От уровня И Насмотренности Видимо Мало Настоящего Работа Понятно Что есть Люди Которые Действительно Они Чувствуют Они Ну им легко Это дается Кому-то Это сложно Дается И поэтому Лучше Сначала Закрепить На чём-то А потом Уже Что-то Своё Делать Ну Это Это Всё На мой Взгляд Вот Может Кто-то По-другому Думает Ну Так Вопрос Ты Спросил Почему Кибини Почему Мне Жалко Что он Пропал С Адаров На мой Взгляд Был Именно Крутой Дизайн Внешнего Внешне Крутые Гитары Гитары Был Но Они Неплохо Звучали По крайней мере С того Что я держал В руках Причём Для меня Это Второй Вопрос Потому Что Я Сначала Вижу На интернете Или У кого-то Тоже Вижу И Хочется Мне Это Гитару Взять Или Нет И Альша Я Беру Её И Следующий Фильтр Звучит Она Не Звучит Ну Да По сути Кибин Да У него Не Супер Дорого Я Просто Ну Да Видел Гитарки Те Которые Мне Попадали Вот Вполне Да То То Есть Хорошая Гитара Пропорции Золотой Сечения Ряд Фибоначчи Ответы На Ваши Как заменить Порожки И Стоит Ли Какие Вообще Они Бывают По Размеру И Составу Порожки Это Наверное Лады Скажу Заранее То Что Я На своих Гитарах Менял Порожки Как раз Потому Что Мне Как раз Кибине Гитара Она Была По умолчанию С Порожками Потолще Повыше Лучше Наверное Только Сказ Что С Ладами Ну Наверное Да Это Лады Порожки Ну Просто Тут Могут Перепутать По Разному По Разному Да Называю Может Человек Имел Верхний Нижний Порожек Ну Я думаю Это Скорее Всего Именно Про Порожки На Бридже Да Наверное Иметься Ввиду Что Струны Приходите По Заводской Струны А Надо Заменять А Верхний Нижний Порожек Ну Опять же Со Струнами Тоже Заводские Струны Не Всегда Нужно Менять Потому Что Бывают Ставят И Хорошие Вот Ну Я думаю Даже Если У гитара Как бы Уровень Да Уровень Более Менее Нормальный Там Хорошие Струны И С Порожками То же Самое Можно Найти Гитары Допустим Недорогие А там Уже Костяные Порожки Стоят Да Вот Но Сейчас В плане Порожков Там Разные Материалы Появились Там И Ньюбон И Таск Да И Ну Тоже Хорошие Порожки Это Просто Ну Там Разница В звуке В принципе Как бы Это Очень Сложно Уловить Это Понятно Если Там Ну Можно Предположить Если Там Сделать Порожек Грубо Говоря Картонный Да С Такого Мягкого Картона Да И Костяной Конечно Разница Будет Сразу Слушна А Если Порожки Близки Да Там Костяной Там В принципе Разница В звуке Очень Сложно Уловить Единственное Бывает Что Струны Скользят На Каком То Получше Порожки Там Костяные Смазывать Нужно Графитом Или Ну И Бывает Еще Такой Момент Что Если Пьезодатчик Стоит Там Уже Бывает Не Всегда Костяной Порожек Хорош То То Бывает Лучше Там Пластик Поставить Ну Бывают Такие Случаи Когда Не Читается Костя Кость Сама По себе Тоже Бывает Неоднородная Бывает По плотности Она бывает Ровнее А Пластик Однородный Хороший Пластик И он Бывает На Звукосъеме Именно На Пьезодатчиках Лучший Вариант Получается Ну И Там Немножко Тембрально На Пьезо Это Уже Слышно Становится Поэтому Варианты Пробовать И Смотреть Я думаю Как правильно Ухаживать За гитарой Мы пропустим Юра На самом деле Как бы Может Рассказать Хорошо Да я В каждом Видео Гитарного клуба Слушаю Как это делать Насколько Сложно Заменить У гитары Накладку Грифа Или Вообще Не париться Если На первых Ладах Появились Небольшие Углубления Если Менять То На какую У гитары Эня Например Неубиваемая Накладка Именно В ладах Появились Углубления На накладке Деревяшки На накладке Ну когда Настанет Время Замены Ладов Вот То Можно Просто Немножко Подшлифовать Накладку Аккуратненько Вот Ну и там Лады поменять В принципе Как бы Будет Не обязательно Менять всю Накладку Можешь шлифануть Да Конечно Конечно Там Там углубления Они же Не супер Там Глубокие Там Сколько Десятка Две Может быть Миллиметра Японские Акустические Гитары Семидесятых Восьмидесятых Годов Стоит ли Оно Того Нужно Слушать Выбирать Попадаются Хорошие Гитары Попадаются Хорошие Гитары Вот Что Я могу Сказать Вот А так Слепой В глухой Учень Лотерея Ну а вдруг Повезет Можно Взять В принципе Они недорого Если Повезет То Проходите Ну там Обычно Зачастую Очень много Проблем Но в принципе Как бы Нужно просто Смотреть Слушать Так Гитары Хорошие Массив Дал трещину Влияет ли На звук Скорее всего Нет Но все же Человек Спеш Я отвечу Скажешь Да или нет Если вы На слух Слышите Что влияет То влияет Если нет Можно я даже Отвечу Потому что Нет Просто у меня Есть гитара Которую Женя Собрал В общем Суть в том Что я Купил Разбитый В щепке Мартин И мне Женя Его просто Собирал И склеивал Просто Из Такой Толщины Кусочков Верхнюю Деку Ну не всю Правда Конечно Часть Там боковину Но суть в том Что гитара Там просто Жестко Восстановлена Звучит Очень Круто Да То есть Из разбитого Инструмента Можно Облагодарить Речи На звучке Какого-то Нет Ну там Вопрос просто Именно Если есть Трещина Влияет ли Она на звук Ну у меня Вся гитара В трещинах Она У тебя Она уже Склеена Она уже Склеена А я же Играл на Такой же Которая Не склеена Нет Ну понятно Что как бы Тут Смысл в чем Если есть Трещина Появилась Просто Конечно Нужно Трещину Эту клеить Вот Потому что Там Дальше Могут быть Ну всякие Неприятные Моменты Деку Может Загибать Да Там Пружина Дальше Отклеится Трещина Дальше Пойдет Вот Плюс Трещина Это может Давать Ну при звуке Да То есть Она Вибрирует Да Понятно Что Смотря Где Эта Трещина Да Опять же Она Может Она на обечайке Да Она может Как бы Совсем Как бы На звук Там Никак Да Если Она там На верхней деке Да Во всю Верхнюю деку Трещина Естественно Она на звук Как бы Влияет Как полировать Или убрать Мелкие царапины Следы от пальцев И все такое С матового покрытия Деки Потому что Как я знаю Полироль для глянцевого Лака Не подходит Для матового Ну С матовым покрытием Вообще Очень все сложно Лучше Самому Это Не делать Лучше Днести к мастеру Да Если Начать полировать То просто матовое покрытие Оно заполируется И все Будет блестеть Слушай А вопрос От меня Вот на этот счет Например Я Везде говорю То что Вот мне матовая гитара нравится Они шуршат Все такое Может ли человек В том числе я Купить себе гитару С глянцевым покрытием И из этого Сделать гитару С матовым покрытием Сложный этот процесс Как это делается Ну Это уже Работа с лаками В принципе Ну это делается Да Просто сверху Еще один слой наносится Или этот Убирается Ну как вариант Да Там Можно в принципе Даже глянцевую поверхность Ее подшкурить Ну да Но просто будет Немножко по-разному Все это выглядит Допустим Если матовым лаком Покрыть Да Или Подшкурить Да Там Скотч брает Да Или что-то Тут уже внешне Нужно смотреть Да Я единственное могу сказать Что все эти штуки Они Лучше покупать Сразу с матовым Что потом Не платить еще Денег мастеру Ну естественно У меня вот громче Остальных струн Одна третья вдруг Зазвучала В открытой позиции Вопроса нет Есть претензии Скорее всего В таких ситуациях Нужно начать с того Что просто поменять Сначала струны Да Или струны поменять Но скорее всего Если до этого Все нормально было И вдруг Тут третья струна Просто громче Начала звучать То это скорее всего В порожках Дело Не в ладах А в порожках Верхний там Нижний порожек Ну струны Опять же Да Может быть поменять Какая оптимальная Высота струн Для акустики То сильно низко То высоко То мешают Струны мешают Струны мешают Есть тыфы кстати Я потому что Мне часто спрашивают Макс Скоро у тебя высота Ну стандарты есть Да Ну слушай Это понятно Что стандарты есть Но я думаю Оптимальной Такой высоты Вот В принципе Если человек Уже давно играет Я думаю Он сам Эту оптимальную Высоту Для себя Убирает Нет Скорее вопрос От тех Кто например Не так давно Играет И не понимает В чем дело В нем Или в инструменте Слишком ли Высоко струны А например В городе нет Мастера И как разобраться Ну Если в городе Нет мастера То конечно Наверное Как бы Надо съездить В тот город Где есть мастер Вообще лучше Гитарному мастеру Да Приехать Но в принципе Если на акустической Гитаре Ну Наверное Самая Оптимальная Высота Это И комфортная Просто По опыту Работы Вот Это Если брать Ну С верхним Порошком Чуть-чуть сложнее Но допустим Если на двенадцатом Ладу Брать Это первая Струна Тонкая Которая Это полтора Миллиметра От лада И до низа Струны И шестая Струна Два Миллиметра Тоже От верха Лады И до низа Струны А верхний Порожек В принципе Если Если На ощущениях Да Если чувствуется Дискомфорт Да Но тяжеловато Или каподастр На первом Ладу Вообще Никак Не хочет Зажимать Да Первый Второй Лад Это высоковато Если подзвякивает Струна Или все Струны То низко Но опять же Тут еще Анкер Тоже нужно Учитывать Прогиб Поэтому Лучше Конечно Не то что Сложный Но лучше Конечно Найти Мастера Ну или в принципе Ну да То есть Тут ряд моментов Которые нужно Просто учесть Евгений спрашивает Что бы вы посоветовали Делать с гитарой Самому А что обязательно Только к мастеру Если Человек уверен На все сто Что он Это сможет сделать Да Ну хотя бы На девяносто процентов Вот То можно делать Это самому Если не уверен Вот То лучше Обратиться К мастеру Вот И еще Такой момент Если даже Он уверен На все сто Но опыта Нет Это зачастую Бывает Просто Очень много Было случаев Когда Человек уверен На все сто В теории Но практики Не было Обычно Потом Это просто Приходится Он идет К мастеру И мастер Ему переделывает И просто Этот ремонт Дороже Ну на своей практике Скажу что Я сам Своей гитаре Только подкручиваю Анкер Когда меняются Сезоны Ну ты конечно Не встречаешься С мастером Так что Это да Я на своей практике Скажу что Подкручивать Анкер Четверть Оборота За раз Безопасно Вот я бы сказал Так Ну В целом Да Ну опять же Что можно делать Струны Да Менять Вот Не ну я все Подтачивал Там эти Но бывает Такое что Человек меняет Струны Потом приходит К нам И это что-то Вот гитара Не строит Что-то с высотой Стало А когда меняет Струны Просто На бридже Порожек Перепутал Вот Бывали 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 случаи Что На классической Гитаре На акустике Верхний порожек Клеится Да Ну он бывает Как бы Если отклеивается Да Там Вот А бывали случаи Что на классической Гитаре Верхний порожек Просто перепутывали Его по-другому Ставили Да И там получается Вообще По мензуре Сразу Такое Бывает Нижний перепутал А бывает Вообще Без порожек Призывал Ну опять же Можно аккуратненько Следить за колками Колки подраскрутились Часто очень все бывает Ну гитара там Подсохла Подкрутить Колки Ну аккуратно Причем Не передавливая Вот В принципе Уход за инструментом Увлажнение Да Это естественно То есть Это нужно все понимать Делать Допустим Когда Струны Меняешь То Там черное дерево Да Палисандр Можно Ну В идеале Конечно Лимонным маслом Просто смазать Ну в разумных Пределах Просто Бывало Что приносили Гитарку Тоже Там приносят гитару И ты только масло Это убираешь Потому что Ты убрал масло Но он выступает Опять Ну потому что Там видимо Залили Ну видимо Вот этот Флакончик Да Как бы Бесь там Бесь Ну это Ну все Вопросы кончились А еще Коротко Объясню для слушателей Что мы Вопросы по уходу За гитарой Не поднимаем Ну типа Как правильно хранить И так далее Потому что Вот этот джентльмен И вообще Гитарный клуб На своем канале Ну как бы Без Без притязательств На рекламу Но тем не менее На своем канале В каждом ролике Это объясняют Я уже устал Смотреть И перематывать Просто проблема В том что У нас же Очень-очень Много ремонтов Приносят И 95% Из того что Приносят ремонт Это просто Просто неправильное Хранение Все А остальные 5% Да Где-то что-то упало Отлетело Разбили Отломили И так далее Но 95% Это просто Неправильное хранение И еще много Вопросов было В чате Типа там Где-то убрать Царапины Где-то что-то Ребят Ну вообще Мне кажется Стоит забить Это инструмент Ну как бы Он Пусть он служит Пусть он будет Немножко покоцан И видно Что вы Гитарист Или гитаристка Короче Что вы пользуетесь Этим Я той же Философии Да нет Если царапины Допустим Если человека Раздражают Понятно что Ну это Это именно Нужно идти К мастеру Который Покраской Занимается И Да А так Конечно Я тоже Такого мнения Что Ну у гитары Есть история Есть жизнь Как у человека Тоже С годами Морщины Появляются Ну понятно Что можно Косметологами Пользоваться Мне кажется В этом и прелесть Инструмента Что Ну он живет С тобой Как бы Непонятно Какие-то вещи Надо делать Но Не какие-то воспоминания Вот у меня были Всякие там Я знаю Что вот эта мятинка Там Потому-то На концерте Была Какая нелепость Что-нибудь там Сделала Это же прикольно Ну понятно Ты там Забоинку поставил Да Там день Переживал А потом А потом забыл Самое худшее Это первое Да А потом уже Хверлик Там месяц прошел уже Я бы вообще вам предлагал Тогда из магазина Когда человек оплачивает Просто в магазине Просите его ставить Первую какую-нибудь там Царапину Что-нибудь такое Чтобы он Как бы Психологически раскрепощался Да Ну проще будет Сразу Чуть долбанул в магазине И пошел Надо найти Известного музыканта Просто Не автограф Да Слушай Поставь мне Отметину Да Медиатор И то же Медиатор Ну что Правильно Спасибо большое Классно посидели По-моему Здорово Надеюсь Вам понравилось Ну в принципе Нормально Нормально Можно включать вентилятор Да Класс Сразу не выключайте Я еще кое-что хотел сказать Помните Мы с Женей Говорили про его Авторскую музыку И я у него Выпросил Неслика треков Если вам любопытно Послушать То переходите По ссылочке Ну или просто Ищите Мой телеграм-канал Который так называется GoFingerstyle И эти треки Там можно послушать И Мы еще так Быстренько Промотали тему Ухода за гитарой И сказали Что вот На канале Собственно Гитарного клуба Магазина Мастерской Где парни Работают Да И ссылку На гитарный клуб Я тоже Оставлю Хотя скорее всего Если вы дослушали Подкаст до Этого момента То Скорее всего Вы Слышали о гитарном клубе И возможно Даже и видели Их видео И не по одному Разу Но тем не менее И Если Вам понравилось Или не понравилось Я прошу Оставьте Какую-то Обратную связь Лайк Дизлайк Звездочку Если вы слушаете На какой-то Аудиоплатформе Это важно И Также Комментарии То есть Если у вас Какие-то мысли Родились Во время Прослушивания Если Что-то Есть Что добавить Как-то Поучаствовать В беседе Не стесняйся С этого делать Пишите Я всегда Рад Спасибо большое Что досмотрели Дослушали Если хотите Еще послушать Подкастов На гитарную Тему То Их есть у меня Пишите GoFingRestyle Где-либо И вам Воздастся Все Спасибо Пока